Приветствую вас и как-то по описанию больше ваш вопрос походит на соответствующий заброс именно для раздела медицины. Потому что вы описываете определенные симптомы, отвлажнение после простуды, а я полагаю, что простуды просто-напросто вскрыли некие спящие ваши болезни, которые теперь просто-напросто дают о себе знать. И поскольку, видимо, какое-то время они спали, соответственно, одно цепляется за другое и здесь, собственно, получается прогонотный круг. Самое по-хорошему нужно пройти полное обследование медицинское желательно в латной клинике для того, чтобы все-таки понять, что с вами происходит. С точки зрения психологии, ну, у вас здесь достаточно обширная картина, то есть вы болеете, не можете нормально, значит, вылечиться, почему нельзя было выписать больничный или как-то еще договориться, это, конечно, уже отдельный вопрос. И здесь мы сталкиваемся с первым моментом именно с точки зрения психологии. Очевидно, что вы волнуетесь и волнуетесь вы достаточно сильно из-за учебы. И очевидно, что учеба вам была во снах и сына, ну, еще раньше. То есть, то есть, учеба была была вам во снах еще до того, как вы начали болеть. И, соответственно, если это так, если действительно так, то, значит, учеба имеет для вас чрезмерное значение. Чрезмерное значение для вас имеет обучающий процесс. Вы вкладываете в него слишком много для себя. И, соответственно, из-за этого у вас возникают проблемы. Вот давайте подумаем, почему вы не можете воспринимать учебу, ну, как, безусловно, важную, но не определяющую деятельность в своей жизни. Сейчас складывается такое впечатление, складывается такое ощущение, что она для вас именно на первом месте. А это не правильно. И, соответственно, все волнения, я полагаю, из-за этого. Плюс еще неуверенность в себе. Вы спрашиваете насчет нервного перенапряжения или на что-то подобное. Это походит на психосоматику. Походит на психосоматику. И психосоматика является таким симптомом, с которым работает клинический психолог, психиатр. Вот эти два специалиста работают с этими симптомами. Но вам можно и вместе на ресурсе попробовать с этим работать. То есть, если психосоматические симптомы у вас вызывают волнения, то, соответственно, нужно понять для себя причину этих волнений. А причины этих волнений заключаются в страхе, что вы не сдадите экзамены. Не сможете так сказать в сессию. Этот страх, в свою очередь, упирается в значение для вас учебы, в личное значение для вас учебы. И, соответственно, личное значение учебы необходимо разгрузить. Чтобы вы не боялись так сильно, что у вас что-то не положено. Потому что, если так сильно по этому поводу переживать, то действительно можете себе очень навредить. То есть, снижение значения для учебы – это очень важный момент. Как правило, чрезмерное значение учебы для человека и вообще чрезмерное значение чего-либо для человека составляет то, как относятся к этому другие люди. Например, ваши родные, ваши родители, ваши друзья, может быть, учителя и так далее. Именно они, по сути дела, формируют то, как вы видите, тот или иной вид деятельности. Поэтому, соответственно, здесь социогенез и социогенетическая проблема. И социогенетическая сторона, то есть, ваши отношения с социумом, ваши отношения с окружающими, ваши отношения с общественным мнением и так далее. Вот все это, я думаю, скрывает вот эту вот самую проблему, о которой вы здесь пишете. То есть, может быть, что имеется в виду академический отпуск и, скажем, как в год вылезет с такой, чтобы не пересевает. А потом вернутся, там, академический отпуск вроде бы год, да, потом вы возвращаетесь и быстренько догоняете, и все. Но это лучше, чем то, что вы вот сейчас, сейчас происходит, с вами происходит. Кстати, мигрень, вроде бы, неизлечимая болезнь. То есть, ее невозможно вылечить, можно купировать. Но это, естественно, вам лучше в разделе медицины узнавать. То есть, смотрите, если вы обращаетесь за веществами, вот вы говорите, травяные настойки, то это вам точник медицины. Причем травяные настойки, это уже не традиционная медицина даже. А вот если по поводу нервного напряжения или где-то подобное, то это, скорее всего, психосоматика. И психосоматические расстройки, да, связанные с тревожностью, со страхом, то есть вот с тем, что у вас есть. И, соответственно, работа с вашими страхами является первоощренной при работе психосоматикой. И, соответственно, если мы найдем ваш страх, если мы сможем определить его причину и те обстоятельства, которые за ним стоят, то, соответственно, психосоматика пойдет на спад. Вот. Я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Не волнуйтесь, не переживайте. Вас никто не отчислит просто так, более что если вы болеете. Адмана просто имеет смысл превентивный, так сказать, удар нанести, значит, именно для того, чтобы создать все условия для лечения. Потому что вот вы уже один раз не долечились, а сейчас вы, по сути дела, повторяете эту же ситуацию и опять не долечиваетесь, что, в общем-то, родит только еще больших проблем. Видите ли, учеба, какой бы она важна ни была, не может быть ценнее здоровья. Если есть здоровье, и все. Если нет здоровья, нет ничего. Подумайте о своих приоритетах, попробуйте их немножечко перераспределить, и тогда вам станет легче гораздо, как только вы поймете, что не так важна учеба, как важно здоровье. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!